МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале НИК и программа неделя. Меня зовут Антон Липовский. В течение часа я и мои коллеги расскажем о самом актуальном и жизни региона. И сначала коротко о некоторых темах этой программы. Большая проверка. Все службы активно включились в борьбу с резким ростом цен. Двойные законы. Почему семьи не могут воспользоваться маткапиталом своевременно? Студенты радуются сдачи сессии, обучение дорожает. Как прошел Татьянин день и сколько теперь стоит семестр? Звездные новости. Ученые услышали другую галактику, а юные ракетостроители удивили космонавтов. И если друг оказался вдруг, его цитируют миллионы. Парня в городе не рискни, не бросай одного его. Высоцкому исполнилось бы 77. Два дня до Поднебесной. Китай готовится протянуть высокоскоростную железную дорогу из Пекина в Москву, сообщает РИА Новости. Это своеобразный жест поддержки России в противостоянии Западу. Новый маршрут, который пройдет через Казахстан и составит 7 тысяч километров, призван сблизить не только экономики, но и культуры двух стран. Доступнее для азиатских партнеров станет и Калужская область. Виртуальную дорогу к новым возможностям прокладывает инвестиционный портал региона. Электронная версия достижения Калужского края теперь работает на японском и корейском языках. Таким образом, узнать о экономическом потенциале нашего региона, доступных индустриальных площадках и налоговых льготах можно уже на пяти языках. Сложная экономическая ситуация не станет препятствием для реализации инвестиционных задумок. Уже начатые масштабные проекты будут обязательно завершены. Отметил губернатор Анатолий Артамонов в интервью информагентству «Интерфакс» в Москве. В этом году в Калужской области планируется открыть 13 новых производств. В том числе три больших фармацевтических фабрики, завод по производству двигателей и еще один цементный завод. Продолжат появляться животноводческие комплексы и роботизированные фермы. Ну а в целях экономии некоторые проекты, возможно, придется отложить на потом. Но вот на чем точно область не будет экономить, так это социальная сфера. Мы сейчас готовим три сценария наших действий в сложившихся условиях. Это оптимистичный, спокойный сценарий и пессимистичный. То, что касается пессимистичного сценария, там может быть такое, что вот эта формула, которую мы в 2008 году применяли. Вот если мы не профинансируем эти расходы, катастрофа случится? Нет. Значит, подождем. Подождем, год-два, ничего страшного. Но это совершенно не относится к, допустим, приобретению медикаментов, к финансированию учреждений здравоохранения их деятельности, образования, социальной сферы. Нет. Цены кусаются, лекарств не хватает. Российские прокуроры на прошедшей неделе проверили стоимость продуктов и медикаментов в магазинах всех регионов страны. Некоторые товары подорожали на 150%. Больше всего. В цене прибавили молоко, куриные яйца и подсолнечное масло. В Саратовской области производителям и сетевикам объявлены предостережения. А в Хантамансийском автономном округе некоторые предприниматели стали фигурантами административных дел. В Ставрополе проверяющие не нашли в аптеках необходимых лекарств. Не ушли от проверки и калужские аптеки. Под контролем цены на жизненно важные препараты. Первый совместный рейд сотрудники прокуратуры, АБЭПа и Росздравнадзора провели в аптеке номер один. Главная цель – проследить цепочку ценообразования. Для этого представители ведомств будут внимательно изучать соответствующие документы. Информация о результатах проверок городских аптек будет опубликована в областных СМИ. Поступают многочисленные обращения от граждан о том, что завышаются цены. И мы должны все-таки на эти обращения оперативно реагировать. По результатам проверки будет решен вопрос о привлечении лиц к административной ответственности. Виновные должностные юридические лица подлежат административной ответственности в соответствии с кодексом об административных правонарушениях. Прокурорские рейды прошли и в магазинах города и области. Особое внимание было уделено торговой надбавке на социально значимые продукты. Одним из социально значимых продуктов первой необходимости является группа гречневая. Входит в перечень, который утвержден постановлением губернатора Калужской области. Цена, по которой продается гречка, это 51 рубль 80 копеек. Закупочная цена 50 рублей 30 копеек. В результате надбавка торговая составляет 2,9%. Свежие натуральные продукты, произведенные на Калужской земле, порой обходят прилавки местных магазинов и отправляются прямиком в столицу. Качество оставшихся деликатесов калужан устраивает. Вот чего не скажешь о цене. Сотрудники прокуратуры и члены народного контроля на прошедшей неделе пристальное внимание обратили на ассортимент ярмарки на Старом Торге. Наталья Жилина решила развеять миф о дешевизне местных продуктов. О том, что на ярмарке продукты должны быть дешевле, чем в магазине, люди услышали. На ближайшую ярмарку на Старый Торг потянулись с рассветом и энтузиазмом за качественным мясом и молочкой. Да не тут-то было. Цен таких нет ниже, однозначно. Что хочу сказать, еще более-менее цены держат на мясную продукцию. Немного, не намного подорожало, где-то процентов на 10. А вот, например, творожная наша, масальская продукция, вообще возмущает. Каждую ярмарку, то есть вот было еженедельное, дорожание идет на 10%. Ярмарка делается для того, чтобы снизить цену и чтобы покупатель купил бы ниже цене, чем в магазинах. Но ярмарка, даже товар дороже, чем в магазине, на общей нырке, на рынке, на центральном, дороже. Вот и народный контроль удивился ценам. Например, Тарусским. Яйца 72 рубля за десяток. Молочка значительно дороже, чем у производителей в соседних районах. Расценки на мясо нигде не уступили магазинным. Поискали продукцию по ценам производителей. Исследовали обнинские колбасы. Наценка здесь 10, и на дорогие колбасы 18. Потом молочные продукты. Из Козельска, Медени, Масальска. Почем вы продаете вот это молоко в пленке? В пленке 34. На базе его даже уже у вас, покупая посредник, так называемый, 32 рубля, 50 продают. Потому что отпускная цена, нам показали накладное, 29,60 было. То есть они делают минимальную. Тогда почему сюда-то вы так дорого 10% делаете? Нельзя ли 5% хотя бы сделать? Вам же бесплатное место здесь дается. Я просто продавец. Я поняла. Вопросы надо решать, кто состоящий в руководстве. Так, а вы кто? Я просто продавец. Вы на базе покупаете, а свою наценку сколько делаете? Это надо с хозяйкой разговаривать. Мы продавцы. Хозяйка сегодня... То есть вы торгуете на хозяйке? Да, мы на хозяйке работаем. В довершении к общей картине выяснилось, что под видом калужской продукции торгуют рыбы из брянских и смоленских складов. Там ее поймали, потом в руководстве ее закоптили, потом это к нам попало. Откуда попало, как устанавливали цены и кто накрутил наценки, спросить в конечном счете оказалось не у кого. Мы видим такую картину. У нас ценовая политика все-таки на этой ярмарке, по сути дела, ничем не отличается от тех цен, которые есть в торговых сетях, в магазинах. Мы видим также, что на этой ярмарке присутствуют посредники, которые также прибавляют в цене какой-то процентик. И от этого продукция становится дороже. Полномочий принимать какие-либо меры к нарушителям у народных контролеров нет. Зато есть возможность донести информацию об увиденном до антимонопольной службы Министерства конкурентной политики и прокуратуры. Чем, собственно, участники рейда пообещали незамедлительно воспользоваться. Наталья Жирина, Никита Богадов, телекомпания НИКО-ТВ. В регионе тем временем готовятся к открытию несколько роботизированных ферм. Одна из них в Масайском районе скоро удивит всех не только надоями, но и технологией строительства. В качестве материала глава хозяйства использует солому и глину. Татьяна Зимушина подробнее. Лучшие строительные материалы, за которыми даже идти в магазин не нужно. Обычной глины и ржаной соломы достаточно, чтобы сделать дом, который будет теплее любого современного, говорит Иосиф Дымчук. Секреты дела, которые сам освоил не так давно, не раскрывает. Говорит лишь, что солому укладывают постепенно, ярусами, постоянно прессуют. Потом готовую стену шпаклюют глиной. Очень хорошее экологическое взаимодействие соломы с глиной. Они как бы бактерицидные являются. Они влагу друг другу отдают и забирают. И дышат стены. Иосиф Дымчук помогает строить ферму своему сыну, который решил сменить строительный бизнес на аграрный. Захотел производить экологически чистое молоко. Поэтому и здание строят тоже из натуральных материалов. Зимой такую технологию применять нельзя. Поэтому сейчас Дымчук-старший занимается кладкой. В полной уверенности, что его работу высоко оценят даже коровы. Корова, как никто, чувствует вот эту экологию. То есть она ощущает на себе все прелести, как говорится, нашей жизни. Хотя вроде высказать не может человеку, но на финише она то ли терят даст хорошее, то ли молоко даст хорошее. На этой ферме в Ферзиковском районе строители, наверное, тоже ждут тепла. Затягиваются окончанием работ. Осталось доделать электрику. Корм есть, коровы тоже. Пока их дуют по старинке, руками. Позже им придется приспосабливаться к роботам, говорит Владимир Козлов. На это уйдет не больше недели, уверен фермер. Эти животные вообще ко всему быстро привыкают. Я снял забор, и настолько они помнили, что здесь забор. Они подходили, нет забора, смотрели. И потом все равно, вот где был забор, они такой вот прыжочек делали. Забора нет. Так что это привыкают быстро. Все же главная привычка рогатых – соблюдать режим питания. Его нарушение чревато плохим надоем. У коров здесь целая культура приема пищи. На улице, чтобы трава не пачкалась в грязи, фермер установил кормушки собственного изобретения. А внутри обед по расписанию подают тракторист Александр и пес Валет. Мой спутник сам привык. Сначала прятался за задним колесом, чтобы его не вернули домой. А потом пришлось меня сидеть в кабине. Сам видите, поскольку раздаем. Аппетит хороший. Будут добавочки, еще лучше будет. Именно еда должна подружить животных с роботами. После дойки машины будут давать коровам десерт – комбикорм, ради которого они готовы на многое. Я вот даже тела кормил летом. Он берет вот так вот, поднимает ковш, вот так. Она достает. Он поднял еще выше. Встала на задние ноги, копыта передние туда и стоит, как собака вот так вот. И там и живет, на такой высоте. Вот ее в цирке, вот такой корова. И самое интересное, поела комбикорма и опять коровам через забор прыг туда. И там опять снимет. Всего в области уже работают более 40 роботов из Германии, Дании, Голландии и Швеции. Скоро появятся и первые англичане. В селе Ильинское Примышельского района две английские доярки уже скучают без работы. Как только специалисты завершат монтаж, вместо шансона и рэпа на ферме раздастся мыщание более полутора сотен коров. Мы мечтаем о счастливом будущем, прикованных к чем-то грамотно расставленным. Татьяна Зимушина, Андрей Бодрышев, телекомпания НИКТВ, Перемышельский, Ферзиковский и Массальский районы. Свободные деньги. Родители могут разрешить потратить в этом году 20 тысяч рублей материнского капитала на любые текущие нужды. Сейчас это предложение правительства обсуждается. Напомню, подобное практиковалось еще в 2008-м. Также будут выделены дополнительные средства на поддержку рынка труда. А с 1 февраля проиндексируют пенсии почти на 11,5%. Знаки припинания как источник бюрократических проволочек. По закону потратить материнский капитал можно только на обучение детей, пенсию матери или улучшение жилищных условий. В последнем случае деньги выплачиваются двумя частями. Чтобы получить вторую половину, необходимо подтвердить целевое использование средств. Вот тут-то для калужских семей до недавнего времени и крылась проблема. С подробностями Сергей Коробков. Тамара и Максим Румянцевы – многодетные родители. В семье пятеро детей. Три года назад они получили участок в Яглово под строительство дома. Возводят сами. Лишних денег у семьи, понятно, нет. На данный момент Румянцевы смогли построить только первый из двух этажей. Это обошлось в 640 тысяч рублей, 200 из которых – материнский капитал. Вернее, его половина. Чтобы достроить второй этаж и крышу, семье необходима вторая часть мат-капитала. Но городское управление архитектуры отказывается выдавать акт выполненных работ, который позволит получить деньги. Потому что у дома еще нет крыши. Замкнутый круг. Родители жены сказали, ну, следует все-таки получить разъяснение. Потому что, ну, невозможно, не должно так быть, что те деньги, которые положены нам государством, они имеют вот такой вот стоп-фактор. И без этих денег и не будет закончено строительство. А незавершенное строительство, оно склонно к разрушению. В постановлении правительства страны, на которое ссылается управление архитектуры, есть перечень основных работ, которые нужно произвести, чтобы получить вторую часть денег. В тексте документа расшифровка термина «основные работы» дана в скобках. Через запятую перечислены работы, которые можно считать основными. То есть выполнение любого из пунктов дает повод для выдачи оставшихся денег. Именно так и поступает в других регионах и даже в районах нашей области. И только в управлении архитектуры Калуги решили, что должны быть выполнены все перечисленные в скобках работы. С чем связана такая нетривиальная трактовка, в управлении нам пояснить отказались. Руководитель пенсионного фонда области утверждает, что давно уже разослал соответствующее разъяснение во все муниципалитеты. Нам не нужен ввод целиком объекта. Мы этого не просим. Мы говорим. И вот разъяснение пенсионного или фундамент, или фундамент этой крыши, или там, в общем, или. И я такое разъяснение разослал во все районы. И все 23 муниципалитета сегодня выдают такие справки. И нам лишь нужно подтверждение целевого использования денег. Но в гору праве этот документ или не получили, или проигнорировали. А в результате десяткам семей пришлось брать кредиты, чтобы завершить строительство и только потом получить положенные по закону деньги. В аристоматийном примере казнить нельзя помиловать, место для запятой нужно еще выбрать. Здесь же все знаки припинания вроде бы расставлены, но ясности это, как видно, не добавило. Потребовалось смешательство губернатора, чтобы все стало на свои места. Он дал указание трактовать текст злополучного постановления так, как делают по всей стране. Семья Румянцевых стала первой в Калуге, кто сможет получить оставшиеся деньги без проволочек. Похоже, не последний. Заверили, что все будет в порядке. Значит, к вам претензий в принципе ни у кого не будет. Это губернатор приказал. Сергей Коробков, Павел Гацулов, Вячеслав Долгопятов, телекомпания НИКО-ТВ. Сейчас прервемся на небольшую рекламу, но сначала коротко о том, что будет во второй части этой программы. Студенты радуются сдачи сессии, обучение дорожает. Как прошел Татьянин день и сколько теперь стоит семестр? Звездные новости. Ученые услышали другую галактику, а юные ракетостроители удивили космонавтов. Если друг оказался вдруг, его цитируют миллионы. Парня в городе не рискни, не бросай одного его. Высоцкому исполнилось бы 77. Нормальный быт им только снится. Жители дома номер 69 по улице Рамадановской дворики уже давно переживают различные коммунальные невзгоды. Прорыв канализации, по уверению жильцов, происходит каждую неделю. Весной и осенью дождь не только на улице, но и прямо в квартире. А управляющая компания, вместо того, чтобы решить проблемы дома, создает вид рабочей деятельности и порой даже позволяет себе грубости в адрес жильцов. В ситуации пытался разобраться мой коллега Александр Сорокин. За все время вот они дверь сделали. И то какую? Вот эта дверь. Но это позоришь. Они поставили, ушли и рассыпались. И написали на дверях лохи. На дверях написали лохи большие буквы и уехали. Как к ним относится управляющая компания, жильцы этого дома поняли уже давно. В нашей съемочной группе местные обыватели устроили настоящую экскурсию по дому, который потихоньку превращается в музей коммунальных бедствий или просто не сбывшихся надежд. Любой экспонат здесь можно потрогать руками, чтобы углубиться в коммунальную историю этого дома. Но еще больше об истории может рассказать запах. Ремонтом в подвале не пахнет, а о чем-то другим вполне, особенно летом. Тем временем Владимир Ильич спешит провести очередную экскурсию практически сквозь слезы. Рассказывает о том, что пришлось пережить. Никто бы никакого внимания не обращает. Сами мы водопровод делаем, сами меняем там все. Превратили меня в бомжа. Имея квартиру, превратили меня в бомжа, потому что жить нельзя. С коммунальными бедствиями Владимир Ильич сталкивается и в подвале, и на лестничной площадке, и даже в собственной квартире, где на свой страх и риск он сделал капитальный ремонт. И сейчас только грибок на стенах напоминает о прошлом. 15 лет мы живем в этой квартире. Как живем, это только одно слово сказали, живем. Фактически мы здесь не живем. Жить в этой квартире было невозможно. Есть очевидцы, есть у вас записи, есть обращения, есть в жилищной инспекции фотографии. Все черное, с потолков там все эти потечки. Сейчас несколько неизвестно. Поедем, значит, только, ну, как сам, как только мог. А они ничего не делают. Я как мог пойду там залатаю кое-как, ну, ремонт сделаю. У Владимира Ильича вдобавок к музею с неприятными экспонатами появилась еще и целая библиотека обращений. Ответов много, но действий ноль. В один из моментов нам удалось застать за работой представителя управляющей компании. Но и она в разумительного ответа на вопросы, когда будет ремонт и что делать жильцам, так и не дала. Я не знаю, это вопросы не ко мне. Обращайтесь, у нас есть инженера, есть управляющая компания, директора. Я лицо подчиненное. Директор управляющей компании по заверению жильцов тем временем продолжает держать их в неведении и даже отказывается от комментариев журналистам. Единственные, кто не отказал нам в интервью, это жилищная инспекция. Там не только рассказали о ситуации с домом, но и дали они совсем приятные отзывы об этой управляющей компании. Человек, руководитель, да, не исполнил наши предписания, наложенные органами государственного жилищного надзора, да. Наш, по данному вопросу, на нем заново был составлен протокол с привлечением опять его к штрафным санкциям. Также в адрес управляющей организации было направлено предписание уже новое. Данная управляющая компания, если она не выполнила те требования, предписание, будут привлечены меры опять-таки административного воздействия. Если ситуация в ближайшее время не изменится, то управляющая компания рискует остаться без заветной лицензией, как итог, вовсе закрыться. Такое самоуничтожение поможет жильцам избавиться от нерадивого посредника. Ну а пока что им приходится терпеть и пополнять свой музей неизбывшихся надежд, возложенных когда-то на управляющую компанию новыми экспонатами. Александр Сорокин, Андрей Бодрышев, Леонти Ким, телекомпания НИК-ТВ. Именины у Татьяны. Сегодня православные отмечают День великомученицы Татьяны. Большинству он известен как День студента, так как 25 января 1755 года императрица Елизавета подписала указ о создании Московского университета. Но церковью этот праздник отмечается намного дольше. Великомученица Татьяна жила в III веке. Знатная римлянка была с детства воспитана в традициях христианства. Повзрослев, Татьяна стала диакониз. Это женский вариант чины диакона в древней церкви. За убеждение великомученицу взяли под стражу. Римские воины, которые присутствовали на пытках, были потрясены силой веры девушки и тоже приняли христианство. Не сказать, что мы тоже христиане, мы тоже верим в того Бога, в который верит Татьяна. Их за христианскую веру тут же замучили. Они из мучителей стали мучениками и приняли мученическую смерть. Церковь считает, что они крестились кровью, хотя не были крещены водой, но приняли крещение кровью. Они, кстати, тоже празднуются в этот день. Их память совершается вместе с мученицей Татьяной. Сейчас Татьянин день принято ассоциировать не с древней историей, а с самым мечтательным периодом в жизни каждого человека – студенчеством. Святая Татьяна считается покровительницей молодых умов. Кстати, само древнее имя в переводе с греческого означает «устроительница». Калужские студенты свой день провели на коньках. Удачную сдачу экзаменов отпраздновали на катке на Московской площади. Вход для обладателей студенческой корочки сделали бесплатным, собрав тем самым настоящий аншлаг. Не обошелся уже традиционный праздник без развлекательной программы и конкурсов. Это свежий воздух в первую очередь, здоровый образ жизни, потому что мы будем заниматься здесь спортивными, ну, спортивные какие-то упражнения, вот, ребята, выполнять. В любом случае, конечно, это лучше, чем клубы, где мы будем дышать, простить, сигаретами, употреблять спиртные и алкогольные напитки, что здесь, кстати, запрещено. Вот, поэтому я считаю, что здорового жизни и идож вперед. Пока студенты веселятся, знания дорожают. Некоторые российские вузы уже переписали ценники на обучение на 30-35%. Такую информацию озвучил депутат Госдумы Владимир Бурматов по итогам первых дней работы горячей линии. За три дня поступило около 30 жалоб на резкое повышение цен на обучение в высших учебных заведениях. 20 из них оказались обоснованными. Что касается Калужского госуниверситета, то мы действуем в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Дело в том, что Министерство образования Российской Федерации каждый год устанавливает цены на обучение для первого курса, поступающих на первый курс государственных университетов. И мы четко совершенно этим цифром следуем. В этом году действительно Министерство образования нам повысило плату за обучение. Вот если в прошлом году она была 63 тысячи рублей, то в этом году она составляет 83 тысячи рублей. Еще раз хочу повторить, это не наша инициатива, это инициатива Министерства образования. Воспитание патриотическое пока бесплатно. Исполнение российского гимна может стать обязательным для калужских школьников. С такой инициативой выступил губернатор Анатолий Артамонов. На патриотичную церемонию предлагается даже отвезти специальное время. При необходимости соответствующий документ будет принят на уровне региона. Ну, нужно воспитывать молодежь на старых традициях. Поэтому сейчас уже как-то, я считаю, что сейчас немножечко не в ту сторону двигаемся. Надо, надо учить детей, чтобы они пели патриотические песни. Конечно, хорошо. Почему? Ну, нужно знать свой гимн. Может быть, и правильно, чтобы молодое поколение изучило гимн, познакомилось с ним. Я считаю, это нужно для детей. Они и так мало чего получают, чем мы получали когда-то. Это как бы воспитывает чувство патриотизма, а его нам в последнее время, в принципе, немножечко не достает, особенно у детей. А вот школьникам Украины придется разучить кое-что посерьезнее гимна. Переписать историю заново задумали украинские власти. После военный период на этот раз предлагается назвать советской оккупацией. Великую Отечественную войну переименуют во Вторую мировую. А 8-9 мая в этом году будут отмечать не как День Победы, а как Дни памяти и примирения и 70-летие завершения войны в Европе. Как сообщает РИА, новые исторические замечания в учебное заведение страны уже разосланы. Прозвучало также на этой неделе и заявление от главы МИДа Польши, мол, освенцам освобождали украинцы. В то время как это были советские войска, состоящие из русских, украинцев и татар. Очередные попытки задеть Россию. Вот к чему они могут привести и что бывает с теми, кто пытается обмануть историю. Поделитесь с нами своим мнением на этот счет. Директор Института истории и права КГУ Миницелковского Ирина Берговская. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Здравствуйте. Ну, расскажите, что может из себя представлять вот такое право переписать историю действительно? На самом деле, вот те высказывания, которые мы слышали последние две недели, они настолько противоречат объективной истине, что даже обсуждать этот вопрос не хочется. Потому что те факты, которые пытаются исказить, факты относительно событий Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, они общеизвестные. И те, кто пытается их переоценить, эти факты, переоценить ужасы того страшного вооруженного конфликта, того столкновения государств и народов, выдать добро за зло, а зло за добро, ну, вызывает только улыбку. Недоумение. Да, недоумение, улыбку. Расскажите, а как вы думаете, почему они это делают? Я думаю, что в данной ситуации руководствуются какими-то чисто политическими мотивами. Причем мотивами разжигания розни, мотивами, которые, опять-таки, не соответствуют национальным интересам ни одной из держав. Так возникает вопрос, вот как раз-таки тот, которым вы и занимаетесь по своей специальности. Есть ли вообще такое понятие, как патриотизм и какая-то национальная идея в Украине? Вот когда мы говорим о том, что есть патриотизм, да, и что есть национальная идея, я хочу сразу обратить внимание на глубокие исторические связи и Украины, и России. И идти вопреки этим, опять-таки, объективным корням, объективным историческим связям, это действительно просто мешать развитию и Украины, и России. Дело в том, что та ситуация, которая там сейчас происходит, ведь это не созидательная ситуация, это разрушительная, потому что та политика, которая проводится на Украине, на мой взгляд, она не есть национальная политика, потому что в основе нее не лежат истинные национальные интересы. Не может быть основой истинно национальной политики политика людоедства, которая там проводится. То есть нельзя никакими национальными интересами, никакими выгодами одной нации, одного государства оправдать убийство, то, что есть абсолютное зло, да, оправдать убийство детей, убийство стариков и так далее. Сразу возникает вопрос, а есть ли патриотизм на Украине? Вот понимаете, ведь что такое патриотизм? Патриотизм – это, опять-таки, политика, соответствующая этим высшим ценностям. Именно в ней, в такой политике выражается в полном смысле любовь к родине. Потому что патриотизм – это идеология, но это еще и определенные национальные чувства. Любовь к родине, она мне предполагает ненависть к другим. Ведь чем отличается патриотизм от национализма? Да, патриотизм всегда объединяет вокруг идеала, да, вокруг ценности. В данной ситуации такой ценностью, идеалом выступает свое отечество, своя отчизна, своя родина, да. Национализм всегда объединяет против кого-то для того, чтобы проводилась национальная политика, националистическая, точнее, политика. Ее иначе, как там, не назовешь. Это не национальная политика, это не политика патриотическая, да. Так вот, националистическая политика, она предполагает образ другого, образ врага. Какие последствия для самой Украины могут стать вот эти вот шаги? Я считаю, что для Украины уже наступили последствия, просто Украина сама забывает свою историю, да, историю. Ну, понимаете, современное человечество, я бы так сказала, современное поколение людей, оно отличается скептицизмом. То есть, ну, критическое мышление – это всегда хорошо, но когда оно не становится абсолютным, когда все пытаются не просто подвергать сомнению, а все провернуть. Здесь все-таки действительно огромное значение имеет школьное образование, историческое. Именно в образовании, не просто обучение, потому что образование предполагает воспитание еще. Об истории нужно говорить, говорить о событиях тех лет. Это не надо умалчивать. Нужно показывать ужасы тех лет. Но самое главное, как вы считаете, удастся ли украинским властям в итоге взрастить такое поколение, пропитанное ненавистью к нашей истории, к российской истории советской, которая действительно настоящая, что называется, подлинная, и получить вот такое новое поколение? Нет, нет, потому что, знаете, в таком, я бы сказала, даже в эсхатологическом смысле невозможно зло долго маскировать под добро. Потому что то, чем пытаются подменить добро украинские националисты, я бы так сказала, это действительно абсолютное зло. Нельзя выставить, опять-таки, ужасы той войны за хорошее. И в конечном итоге человек всегда тянется к добру, к правде. Ведь, понимаете, мы же, иначе мы договоримся до того, что действительно убийство будет оправдано. А заключительный вопрос, с вашей точки зрения, вот эти, скажем так, исторические уколы, подколы и так далее, все это как-то в итоге на Россию действует? Или все-таки они своего не добиваются, как вы считаете? Нет, я считаю, что мы самодостаточный народ, народ, который имеет не только свое мощное, сильное государство, а народ, правительство которого проводит действительно в полном смысле патриотическую национальную политику, в основе которых не лежит просто материальная выгода, именно в материальном смысле понимаемый национальный интерес. Но в то же время, мне кажется, что нам нужно действительно свою историю пропагандировать и помнить. Тем более, что Россия уже давно является полноправным участником международных отношений, начиная с истории Киевской Руси, но говоря так современным языком, участником международных отношений. И невозможно себе представить всемирную историю без России. Поэтому, если мы пишем правильно свою историю, значит, мы выставляем правильно приоритеты системы ценностей в мировую историю. А Россия, она всегда стояла на стороне, простите, справедливости и добра. Хорошо, но остается тогда только надеяться, что украинские школьники будут изучать правильную историю. Вам спасибо, что нашли время, ответили на наши вопросы. Все доброе. Роскосмос и Объединенная ракетно-космическая корпорация будут работать теперь на одной платформе. Такую инициативу премьера Дмитрия Медведева поддержал президент Путин. Цитата. «Мне кажется, что это правильное предложение, имея в виду, что это не просто отдельное предприятие и даже не отдельное направление промышленности. Ракетно-космическая отрасль интегрирует в себе огромное количество направлений и в науке, и в производстве», – подчеркнул Путин. Австралийские ученые зафиксировали мощный радиосигнал на расстоянии 5,5 миллиардов световых лет от Земли. Загадочный всплеск радиоизлучения длился всего несколько миллисекунд. Сверхмощный выброс был зафиксирован в той части космоса, где находятся две черные дыры. И ученые уверены, что они не являются его источником. Космические мечтатели, настоящие покорители галактики, собрались в Калуге для обмена опытом и смелыми идеями. Первые всероссийские детско-юношеские научные чтения имени Королева объединили около 300 человек из 22 регионов страны. Творчество от моделей ученических до кораблей космических. В сюжете Ирина Журавлевой. «Я, конечно, люблю вышивать», – говорит 12-летняя София, – «но собирать мне нравится больше». Участница выставки приехала из Малой Ярославции и представляет в экспозиции собственноручно сконструированный венероход. При создании робота учитывается не только его назначение, но и климат планеты. Он расчищает дороги, чтобы можно было что-нибудь построить в дальнейшем. Он как бы убирает, захватывает вот сюда. Я могу сейчас показать. Так, сейчас он загрузится. Он как бы расчищает и увозит в другие места, как бы очищает дороги. Сейчас он загрузится, я покажу. Там все время ветра, и как бы у него такая, как бы, типа вентилятора стоит. Специалисты знакомятся с моделями и подтверждают, среди прочих экспонатов, робототехнические комплексы для изучения поверхности других планет у калужских школьников особенно интересны. Здесь собрались дети, которые, несмотря на юный возраст, уже определились с будущей профессией. Дети с золотыми руками и бесценными мозгами. Это дети, с которыми занимаются. Это дети, которых увлекают. Нет неталантливых детей. Есть дети, с которыми повезло и не повезло, я считаю так. То есть вот их направили в правильное русло, им показали, им рассказали, насколько это интересно. И дети заинтересовались. Ракета-строители, юные историки-космонавтики, дети, которые занимаются дистанционным зондированием земной поверхности. Тема проектов, которые участники будут защищать на чтениях имени Сергея Королева, самые разные. Некоторые из них, над которыми работали девяти и восьмиклассники уровня второго, третьего курса технических вузов. Космос – это самое интересное, чем человек может заниматься, считает летчик-космонавт Сергей Рязанский. Покидая Землю, ты начинаешь иначе к ней относиться. Сверху границ не видно. Сверху ты видишь красивую планету с удивительными природными явлениями. И вроде бы, да, там вот где-то ты знаешь, что это маленькие кусочки разных стран. Но сверху ты этого не воспринимаешь. Это единое целое. И меняется, соответственно, и восприятие, и осознание вообще нашей планеты не как лоскотков, одеяла разноцветных, а как единого целого. Здесь говорят о новых кораблях и новых задачах, о лунной и марсианской базах. Слово, которое звучит на открытии чтений чаще всего – это будущее. Ирина Журавлева, Андрей Бодрышев, телекомпания НИКО-ТВ. Космонавт-испытатель Сергей Рязанский побывал в нашей студии лично. В рамках программы «Новости» мне посчастливилось узнать больше о его уникальной работе. Ну и сейчас у нас в гостях Сергей Николаевич Рязанский. Это человек, который поучаствовал в эстафете Олимпийского огня, не сходя с орбиты Земли. Ну и, собственно, вы сейчас один из героев предыдущего сюжета. Расскажите, вот первый вопрос, каково ваше впечатление от участников? Надо сказать, потрясающе. Дети очень живо, очень заинтересованно рассказывали о том, что им реально нравится, что они создали собственными руками. И когда смотришь на творящих людей, это вызывает, ну, действительно, просто уверенность в том, что будущее у нашей страны прекрасное. Вы как космонавт тем более это оценили. Да, конечно. Потому что эти люди, я очень надеюсь, что они в будущем придут и в космическую отрасль. И будут с такими же горящими глазами делать не маленьких роботов, а делать большие космические корабли. Хорошо. Вот скажите, вопрос следующий такого характера. Много людей считает, что полеты в космос – это такая пустрая трата денег. Зачем нужно, скажем так, выходить на орбиту? Какую практическую пользу вот эти полеты приносят для Земли? Надо сказать, что космические полеты, как и в раннее время, так и сейчас, несут достаточно большую технологическую отдачу. Очень много технологий, которые разрабатываются для космических полетов, особенно пилотируемых, они внедряются достаточно незаметно, без особого пиара. К сожалению, внедряются в нашу обычную жизнь. Очень много приборов, которые были изначально созданы для космических полетов, сейчас повсеместно используются всеми. Поэтому, например, самое выгодное сейчас – это, предположим, государство вкладывать деньги в полет на Марс, потому что технологическая отдача будет гораздо больше, чем затаченные средства. Думаю, сейчас всех скептиков, безусловно, убедили. Тогда скажите, собственно, исходя из предыдущего вопроса, в чем будущее космонавтики? Как вы считаете? Я считаю, что космонавтика будет развиваться большими шагами все дальше и дальше. То есть, это, несомненно, Луна. Лунные миссии, возвращение человека на Луну, строительство лунных баз и отработка технологий приземления на другие планеты. И дальше, соответственно, следующий шаг – это полет к другим планетам. В частности, к Марсу, на котором наиболее удобные и легкие условия для отработки всех этих технологий. Так что я уверен, что как только человечество расправится со всеми политическими кризисами, я уверен, что подобные задачи станут приоритетными. Все-таки будущее – это в освоении, так или иначе? Абсолютно точно. Хорошо. Вопрос такой. Вы же по образованию биолог. Да. Что вы изучаете на орбите? Расскажите. Надо сказать, что космонавт, откуда бы он ни пришел, будь то военный летчик, или инженер, или ученый-биолог, как я, все равно выполняет фактически одинаковую работу. Мы выходим в открытый космос, мы обслуживаем аппаратуру, которая есть на станции, проводим очень много научных исследований. И научные исследования, хотя и биолог, они из различных дисциплин. Это эксперименты и по физике, и по химии, и медицина, здоровье человека, и фундаментальная биология, и экологические наблюдения. Спектр научных направлений очень большой. И каждый день космонавты на орбите очень четко и плотно расписан, потому что научные исследования идут потоком. Так что, на самом деле, Международная космическая станция – это большая научная лаборатория. То есть, получается, результат вашей работы, он бесценен, другими словами? В общем, да. Космические технологии уже давно и плотно обосновались в повседневной жизни землян. Возможности спутниковой связи, например, способны облегчить участь пассажиров общественного транспорта. Жители Калужской области обещают избавить от утомительного ожидания на остановках. Информацию о нахождении нужного автобуса можно будет отслеживать буквально посекундно на специальном портале. Скоро это станет доступно калужанам, а пока новинку осваивают в Обнинске. Подробнее о полезной навигации расскажет Анастасия Юрко. Время простое на остановках в прошлом. Теперь абсолютно каждый может зайти на сайт и проследить движение своего маршрута. Плюсы системы уже успели оценить в Обнинске. Мой автобус прибудет примерно через одну минуту. Почему задерживается маршрутка, в каком районе она застряла и через сколько покажется на горизонте. Эту и другую информацию можно узнать на сайте транспорт-калугогиз.ру. Сигнал передает вот этот небольшой прибор под названием Гранит 414, который установлен в автобусах. Водителей научили им пользоваться и беречь как зеницу ока. Всегда, чтобы он находился в свободном пространстве. Чтобы никаких не было помех, чтобы он со спутником связан. По словам Валерия, с появлением навигатора его трудовые будни никак не изменились. Основным средством связи по-прежнему остается телефон. А вот руководство не может нарадоваться. Меньше жалоб, легко выяснить причину задержания, быстрее устраняются поломки, да и водители стали более дисциплинированы. И водители теперь уже, если они как бы раньше ездили по расписанию и могли-то где-то вперед проехать или наоборот опоздать. Сейчас этого нету, потому что по каждому случаю это разбирается. У них даже и вопросы, но тем не возникает. А вот святая святых перевозчиков, диспетчерский центр. Здесь каждый вечер вносят в систему номера автобусов, которые выйдут завтра по маршрутам. По-другому система собьется. Сложного здесь ничего нет, самая упрощенная система. Но зато она дает нам знать и контролировать, где находится транспорт. Система навигации в Обнинске появилась еще в 2013 году. Правда, это был пилотный проект. Сегодня, когда он прошел все испытания, заговорили о едином портале и системе, которая будет действовать по всей Калужской области. На данный момент у нас осуществляется взаимодействие с городской управой города Калуге. Мы надеемся, что в этом взаимодействии в течение где-то двух месяцев мы запустим пассажирский транспорт, который функционирует на территории Калуги, в систему диспетчерского управления. Практически весь транспорт области уже оборудован навигаторами. Дело за малым. Разработать нормативную базу и объяснить перевозчикам необходимость вносить данные о своем транспорте в единый портал. Анастасия Юрко, Александр Бурылкин, телекомпания НИКО-ТВ. Героям следующего сюжета. Подобная система слежения пригодилась бы. Но там, где нет высоких технологий, по-прежнему решающую роль играет человеческий фактор. Полдня и полночи в Калуге искали пожилую женщину. Вначале поиски вели сотрудники полиции, а с наступлением темноты им на помощь пришли добровольцы. К волонтерам присоединился и мой коллега Андрей Хорошавин. Эстафету поисков принимают добровольцы отряда Лиза Аллерс. На улице уже холодает, потому каждая минута на счету. Помимо погодных трудностей есть еще одна. С 99-го года она состоит на психиатрическом учете и периодически уходит из дома. То есть это не первый случай. Вчера около 14 часов 50 минут в дежурную часть управления МВД России по городу Калуги обратился ее сын, который сообщил, что около 11 часов утра мать ушла из дома и с тех пор не возвращалась. Составляются маршруты. Площадь немаленькая. К тому же пожилая женщина страдает манией преследования и может прятаться от людей. Эту и другую важную информацию сообщает координатор Лизы Аллерс всем собравшимся. Палочку ее, с которой она ходила, нашли в 50 метрах отсюда вдоль дороги. Опять же, оперативные сотрудники, которые с нами находятся в том лесу, возле того леса, нашли следы. Преимущество зимнего поиска – следы на снегу. Это хорошее подспорье. К тому же добровольцам известен не только размер обуви пропавшей, но и рисунок подошвы. Его и пытаются различить в темном лесу и около проезжей части. Похоже, рисунок не попадается. Даже собака по кличке Медис тоже пока не взяла след. Для увеличения шансов прочесывают родники в округе. На всякий случай спрашивают у местных жителей, есть ли еще какие-нибудь малоизвестные источники. Кстати, Петр случайно наткнулся на поисковиков «Лиза Алерт». Оставил свои планы и влился в ряды добровольцев. Здесь каждый может пригодиться. И вот опытные поисковики ему уже ставят задачу. Нужно будет посмотреть гаражи. Гаражи за гаражами. Везде 10 следы. Оставить машину пешком. Кого-то послать, допустим, двух туда, сам идешь с кем-нибудь еще. Встречаемся там-то. В общем, я не думаю, что ты потеряешься, хоть и первый раз. Многие приехали сюда после работы. Только увидев призыв в социальных сетях, оставили свою усталость дома. Срочный поиск. Понятно. Покушали. Еще один участок поиска – микрорайон «Силикатный». Одна из групп проверяет подвалы и все закоулки. Только пока безрезультатно. А через некоторое время появляются новости. В районе 11 часов вечера нам поступил звонок от очевидца, что видели в районе Мстихина. Бабушка очень похожа по описанию. Выдвинулись на место сразу же. Там где-то в течение получаса мы ее обнаружили, но не в Мстихина, а в Ваненках. Человек очень замерз, потому что с 11 часов находилась на улице. Сильно трясло ее. Мы, соответственно, повезли ее к родственникам. Первые странности поведения у пожилой женщины проявились около 20 лет назад. Теперь болезнь прогрессирует. И, как рассказывает ее сын, становится только хуже. К врачам я уже где-то неделю начал обращаться, потому что у нее состояние ухудшилось. И нам нужна госпитализация, потому что она не хочет самостоятельно лечиться. Но пока ничего не было. Вот сейчас, может, все-таки положат ее. Тяжело, потому что она вот так вот уходит, и не говорит, куда, и говорит, что не вернется. Сын уверен, что теперь лечение просто необходимо. Ведь присматривать за матерью круглосуточно он не может. И не исключено, что в следующий раз отыскать ее будет гораздо сложнее. Андрей Хорошаев, Никита Богадов, телекомпания НИКТВ. Вернуться в реальность предлагает сегодня все Международный день без интернета. Главная задача праздника – хотя бы на один день оторвать современного человека от компьютера, призвать его к живому общению, занятиям спортом и отдыху на свежем воздухе. Что интересно, организаторами этого праздника в 2000 году стали сами интернет-пользователи. Отказаться от клавиатуры и взять в руки, если не перо, то хотя бы шариковую ручку предложили россиянам на прошедшей неделе в день ручного письма. Писать вручную стали меньше во всем мире. А в Европе уже задумываются над тем, чтобы отменить в школах правописания и с первого класса обучать на планшетах. У нас пока таких инициатив нет, но эпистолярный жанр плавно уходит в историю. О тех, кто, как и что пишет вручную, расскажет Андрей Степичев. Столк 42 упражнения. Детрадочки открыли. Самая кропотливая, но важная часть образовательной программы ученикам 2-го В нужно точно и максимально аккуратно переписать текст из учебника. Задание несложное с точки зрения исполнения, но во времена компьютерно-планшетного триумфа с налетом легкой экзотики. Письмо везде надо писать рукой, а не планшетом. Надо подумать и писать. Если компьютер тебе все дает, надо своей головой думать и писать. Писать, а не печатать, думать, а не полностью доверять автоматической проверке грамотности в гаджете. Их здесь готовят к самым непредвиденным писательским ситуациям. Компьютеры сейчас не везде есть. И где нет компьютеров, надо именно писать рукой, а не компьютером. И они четко знают, для чего вообще умение выводить красивые буквы на белом листе. Для того, чтобы поступить учителем работать. Например, редактором, чтобы там заполнять всякие анкеты. Ну и президентом тоже. Письмо рукой – это развитие мелкоматорики. Это очень влияет на развитие умственной деятельности ребят. И насколько они вот хорошо, аккуратно начинают писать сейчас, настолько вот они и потом пишут хорошо. Все-таки это им очень пригодится в старших классах. Любые экзамены, они требуют письма. Не напечатать, а именно написать. Глубокий смысл ручного письма школьники готовы понимать ровно до того момента, пока не прозвенел звонок. Во время перемены уже никто не пишет от руки, а планшеты и смартфоны одерживают безоговорочную победу над ручками, тетрадями и блокнотами. Записочки, анкеты и дневники давно не в тренде. И теперь это все не более, чем способ удивить, а не передать информацию. Новый год, 14 февраля. Так, для интереса можно написать кому-то записку. Я писала лично в том году, на 14 февраля, записку и читала те же самые Валентинки. У всех раньше был такой красивый, ровный почерк, а сейчас есть такие почерки, которые вообще невозможно разобрать. Или очень мелкий бывает почерк, что нужно просто взять лупу и сматрить, какая там буква. Просто надо немного накладывать, чтобы удобнее было, сколько рука захватит, чтобы было удобнее. Полный мешок не надо накладывать. Кондитерский мешок вместо ручки и торт, как поле для творческой деятельности. Для Ирины Мороз искусство красивого письма – одна из составляющих частей бизнеса и неразборчивого почерка. Это сладкое дело точно не приемлет. Вообще у нас из всего коллектива, конечно, не все подписывают торт, два человека только. С днем рождения, для тебя или простое – поздравляем. Простор для творчества здесь небольшой, говорит Ирина, но бывают и спецзаказы. Писать приходилось и сложные имена, и даже отчество. И здесь нужно заранее и четко распланировать каждый сантиметр будущего шедевра. На торте пишешь, надо еще рассчитать расстояние, потому что в тетрадке там строчки идут одна за одной, ты переносишь. А на торте перенос уже не допускается, ну уже некрасиво получается, поэтому надо еще размер букв подобрать. Потому что торты бывают совсем маленькие, просят подписывать. И надо меленько писать. Писать сейчас стали меньше, сходятся во мнении специалисты-графологи. А сам почерк изменился за последние десятки лет так, что уже и смысл всех этих закорючек, палочек и кружочков не всегда возможно понять. Для произведений врачебного искусства даже появились дешифраторы. А сама культура ручного письма ушла в историю вслед за пером и чернильницей. Пистолярный жанр у нас уже умер, письма мы не пишем в ручную, открытки тоже не пишем. Среди моих знакомых один только человек, который посылал открытки и, говорит, доставил необыкновенную радость своим друзьям и знакомым. Дневники навряд ли кто-то из нас пишет теперь от руки. Поэтому, конечно, тренироваться хотелось бы. Ну хотя бы рецепты, хотя бы памятки, хотя бы адреса переписывать от руки. Это очень надо. Вот, например, исследуемая подпись в каком-либо конкретном документе, скорее всего, лицо отказывалось от исполнения данной подписи. Поэтому данная подпись является спорной. Следствием нужно было установить тот факт, является ли это подписью именно этого гражданина. Подпись в итоге оказалась поддельной, а гражданин получил экспертное заключение, что он к ней не имеет никакого отношения. Документы теперь в основном печатные, говорит криминалист-графолог Юлия Дрожжина. А расшифровывать приходится чаще подписей, которые тоже становятся все менее информативными. Фамилию полностью уже давно никто не пишет, да и анаграммы все чаще уступают место простым галочкам. Люди стали более скрытными, считает Юля, и началось это совсем не в компьютерную эру, а намного раньше. Если прописи брать 19 века, да, там, конечно, дополнительных элементов, каких-то завитушечек очень много, то чем дальше, то есть после революции решили уровень образования поднять, то есть в массы, научить писать всех, соответственно, придумали более упрощенный вариант прописи, чтобы людям, скажем, рабочим и крестьянам было легче их освоить. Контрольная работа по русскому языку и выполнять ее нужно строго вручную. Школы, как главные хранители тех останков эпистолярного жанра, которые еще не сдались под натиском в соцсети и телефонной переписке, за доклады в письменной форме теперь добавляют бал. И это только одна из многочисленных форм поощрения ручной передачи информации. В начальной школе, конечно же, они все пишут еще от руки, но с возрастом, уже к классу седьмому, у них уже есть возможность пользоваться интернетом и планшетами, но мы все-таки стараемся, чтобы дети больше писали именно от руки. Школьники сильно не сопротивляются, и хоть иногда попадаются ярые противники сочинений хендмейт, конкретно в этом классе таких не нашлось. Для меня оно дает больше шансов раскрыть свои таланты. То есть, когда я пишу, я смогу увидеть, какие у меня, допустим, отметки есть плохие в характере. То есть, мама мне говорит, чем аккуратнее твой почек, тем аккуратнее характер. С точки зрения школьника любые шпаргалки пишут от руки. Или, ну там, записки кому-либо передать, все это пишут от руки. Это не напечатает быстро. Писать больше, делать это чаще и, выбирая между планшетом и листом бумаги, брать все-таки ручку. Польза для мозга от ручного письма уже доказана давно. А вот влияние клавиатуры и тачпада все еще под вопросом. Андрей Степичев, Вячеслав Долгопятов, телекомпания НИКО-ТВ. Ради его песен многие специально покупали магнитофоны. Сегодня день рождения Владимира Высоцкого. Ему исполнилось бы 77 лет. Он написал и исполнил более 700 песен. Его концерты собирали толпы людей. Невероятная энергетика и искренность не оставляли равнодушным никого. Высоцкого считали за своего представители самых разных кругов, поскольку тематика песен была обширна и отражала саму жизнь. Военные, блатные, юмористические и даже сказочные. Строки любимых песен и стихотворений мы продолжили вспомнить калужанам. Такая возможность сейчас есть и у вас. На этом программа недели подошла к концу. Хочется пожелать вам хороших новостей на следующей. Берегите себя. До встречи на НИКе. Ну я не очень, конечно, к Высоцкому. Я спортом занимался в то время. У нас хорошо учить в школе, и мы проходим и на литературе, и на музыке. В свое время, когда работали, устраивали тематические вечера по творчеству в СССР. Когда работали в институте. Так что, я думаю, он актуален и сейчас, и в наше время. Руки шире 3-4. Там бодрость, духа, и грация. Бег на месте общепримиряющий. Парня в городе не рискни, не бросай одного его. Дорогая передача. Во субботу чуть не плача, вся канадчикова дача к телевизору рвалась. Нет, чтобы там поесть, помыться, уколоться и забыться. Вся безумная больница у экрана собралась. Почему аборигенов съели кука? Кто вплетет его без соли и без лука, тот умным, смелым станет на вроде кука. Он списал просто гениальное емко. Жиром большой, ему видней. Ой, Зин, такой уже хочу. Уважаемый редактор, может лучше про реактора, про любимый лунный трактор. Ведь нельзя же ход подряд, то тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у вас собаки лают, то у вас руины говорят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова